Всем привет! Я Роман Самблюк, корреспондент агентствования на Москве. И как обещал, рассказываю вам о переговорах Лаврова, господина Лаврова и его нового друга Питера Сиарта. Это глава МИД Венгрии. Дорогой Питер, коллеги, друзья, мы рады вас приветствовать в Министерстве иностранных дел. Парадокс, но факт, но эти двое господ в публичной риторике копируют друг друга и это касается украинского закона об языках. Ну, в частности, который предполагает образование на украинском языке и не предполагает, чтобы жители и граждане нашей страны, независимо от национальности, заканчивали школы и институты и не знали государственного языка. Кстати, подобные нормы действуют фактически во всех странах, в том числе Венгрии и России. У нас общая беспокоенность в связи с проводимой официальными властями Киева линией на украинизацию образования. Сергей Викторович не первый раз возмущается украинизацией в Украине. И его можно понять, ведь если этот процесс завершится, то как же они будут рассказывать и объяснять отправку российских или русских бурятов в Украину для защиты якобы русскоязычного населения нашей страны. И, судя по всему, венгры тоже решили оседлать эту конячку. На ущемление прав национальных меньшинств, прежде всего языковых прав, вопреки тем обязательствам, которые Украина взяла на себя в рамках соответствующих международных конвенций. Можно подумать, что в Европе есть какая-то конвенция, которую не выполняет Украина и которая предполагает создание национальных гетто на территории нашей страны. Люди, которые учатся и заканчивают учебные заведения на этих территориях, они не знают госязыка и в результате у них нет никаких, по сути, перспектив для развития в своей стране гражданами, которой они являются. Что-то мне подсказывает, что эти двое товарищей просто хотят лишить национальное меньшинство Украины возможности жить, делать карьеру в Украине. Но мы-то не такие, мы же европейская страна. А что касается вот этого известного списка, в который меня включили... Приятно, что господин Сиарт не расстраивается по поводу включения в список на сайте Миротворец. Там у нас все наши «друзья», в кавычках, которые хотят разорвать нашу страну между Востоком и Западом. Ну, как говорится, ни вы первые, ни вы последние. И купите губозакатывательную машинку. Я могу вам сказать, что есть беда и побольше. Беда больше заключается в том, что уже обеспеченные права венгерского населения в Украине постоянно нарушаются. Интересно, в чем же они нарушаются? При том, что этот закон, против которого они так сильно протестуют, еще в силу-то не вступил и, по сути, не работает. И странно, почему же нарушаются права только так называемых русскоязычных и венгероязычных? У нас же есть большие национальные диаспоры. И болгарская, и румынская, и молдавская, и так далее, и так далее. Но почему-то только те страны, которые претендуют или высказывают претензии, по сути, к территории Украины, так сильно этим вопросом возмущены. Мое включение в список – это не проблема. Намного больше проблема то, что закон об образовании, который был принят в Украине, который нарушает права венгерского национального меньшинства, все еще не пересмотрен. Сияртам и другим венгров, вместо того, чтобы размышлять на тему, как построить газопровод в обход Украины, чтобы поставлять газ венгрию через Турцию, Грецию и так далее, по маршруту. Ну, то есть, вот такой вот дугой надо было бы немножечко поразмыслить и сказать, товарищи россияне, что же вы делаете? По сути, вы создали ситуацию, когда Украина вынуждена защищаться, потому что именно русские, под видом защиты русскоязычных, которые почему-то далеко не все хотели, чтобы их защищали, вторглись в нашу страну и продолжают эту агрессию. Или господин Сиярта хочет повторить, ну, то есть, то, что сделали русские, но хотелось бы ему напомнить, что все территориальные приобретения Российской Федерации сделаны, в первую очередь, огнем и мечом. То есть, это делала все российская армия. А история о русскоязычном распятом мальчике, это в пользу бедных. Ну, для того, чтобы оболванивать граждан России, чтобы они с большим удовольствием ехали воевать в соседнюю страну, чем задумывались о том, что у них чего-то в жизни устроено не так. От дураков своих местных до дорог. Как же сдолбали эти соседи с постимперскими комплексами? Слушайте, ну, почему мы, Украина, должны пересматривать свои законы по указке других стран? Ну, что это за бред? Тем более, если мы говорим о Венгрии, точно такие же претензии они высказывали в свое время и Румынии, и Словакии. И сейчас, в последние годы, когда Фидес победил на выборах, и они имеют точно так же, как и Единая Россия, как и Конституционное большинство в парламенте, используется та же националистическая риторика о том, что будем спасать русскоязычных, венгроязычных и так далее, и так далее. И технология, она одинаковая. Это поиск внешних врагов. Раньше Будапешт заявлял о том, что главный враг это в Брюсселе. Брюссельские бюрократы, которые не дают жить. А потом венгры в качестве врагов сделали мигрантов, которых надо было никоим образом не пустить на святую венгерскую землю. А теперь, наша очередь, все решили сплотиться вокруг страшной украинской угрозы. О том, что мы, понимаете ли, занимаемся у себя в стране украинизацией. И понятно, что все эти заявления, они для того, чтобы, скажем так, сплотить патриотическую часть общества и в Венгрии, и в России. Ну и, по сути, у нас процесс точно такой же. И механизмы власти используют те же. Но у нас хоть для этого есть причина, потому что на нас напала одна из самых сильнейших стран, как раз мотивируя тем, что у нас не все знают украинский язык, и не все говорят на украинском языке. Но чтобы в тебя за это не стреляли, логично, что государство занимается украинизацией на своей территории. Это, наверное, самое главное. Несмотря на то, что мы заинтересованы в добрососедских и хороших контактах с Украиной, президент Украины и правительство Украины наши хорошие контакты свели на нет между нашей страной и Украиной. То есть оставляют венгров, живущих в Украине, вне натовского зонтика безопасности и вне европейского экономического сообщества. И, кстати, вообще-то венгры, граждане Украины, венгерской национальности принимают такое же участие в защите своей родины от российского оккупанта, как и все остальные. И, к сожалению, есть погибшие. Господин Сеярт, вместо того, чтобы возмущаться, взял бы лучше урок у Лаврова и расспросил, как это работает на практике. Венгрия узнал подробнее, что такое их там нет, как охранить своих военных в безымянных могилах и рассказывать на всю страну, что они ушли в отпуск на танках почему-то. И не забывать, что Венгрия – это же не 140 миллионов, это немножко меньше. И, возможно, для венгерского общества такая модель не совсем подходит. Ведь мы же тоже научены. Вот у меня был такой случай, мой хороший знакомый, венгерский журналист, как-то предложил мне быстрее учить венгерский язык в Закарпатской области, пока Венгрия эту часть нашей страны не отобрала. А я ему говорю, ты представь своих детей, которые возьмут автоматы и поедут в Закарпатье защищать венгров со всеми вытекающими из этого последствиями. Или ты думаешь, что это какой-нибудь Лотси будет делать, а тебя это не коснется? В Москве так многие думают. Я не уверен, что это проканает в венгерском варианте. Кстати, Орбан давал команду своему Министерству обороны провести анализ возможности проведения военной операции в нашей стране. Ему сказали, что навряд ли это удастся. А не удастся почему? Потому что зеленых людей на территории Украины уже не будет. Знаете, что произойдет? Первый зеленый человечек будет просто повержен из всех рулей. Ну мы же уже научены. Слушайте, нас, русские, научили этому. К сожалению, научили. Хотелось бы, чтобы мы в такую ситуацию просто не попадали. Во-первых, я хотел бы сказать, что консул Венгрии в Берегово ничего плохого не сделал. Это не является нарушением ни венгерского законодательства, ни украинского, ни международного законодательства. Консул Венгрии в Берегово раздает венгерские паспорта и требует у людей, чтобы они об этом никоим образом не сообщали украинским властям. И мне кажется, так настоящие соседи себя не ведут. По крайней мере те, кто хочет жить в мире и согласии. Хотя действительно украинским законодательством не предусмотрено, по сути, механизма карать или наказывать людей за получение других паспортов. По сути, наша страна не запрещает двойное гражданство и не признает гражданство других государств. В представительствах, дипломатических представительствах Венгрии, находящихся в Украине, все осуществляется по закону. Поэтому у меня нет причины отзывать консула из Берегова. Вообще-то процесс раздачи паспортов происходит достаточно давно. Это не только Венгрия, это не только Румыния, это та же Польша. И делать вид, что сейчас происходит что-то новенькое и непонятное для нас, наверное, не стоит. И выход из этого только один – сделать этот регион, Закарпатье, максимально интегрированным в прямом смысле этого слова в украинское государство. Потому как, например, аэропорт города Ужгород до сих пор почему-то не работает. И быстро добраться из Ужгорода в Киев является проблематичным. Надо расширить транспортное сообщение и развивать экономический регион. Это, наверное, единственное и самое главное. Если министерство Украины примет решение, или кто-то в Киеве примет решение о том, что нашего консула нужно выдворить, тогда я сразу же безотлагательно выдворю из Венгрии консула Украины. Сразу. Сейчас уже всех можно поздравить. Мы обменялись взаимной высылкой дипломатов. Украина выслала венгерского и Венгрия нашего. Но проблема от этого никуда не исчезла. Что после значительного спада в течение многих лет мы можем говорить об успехах между нашими российско-венгерскими контактами. Ну и по традициям сначала о языке и потом о самом главном, о газе. Да-да, Венгрия тоже приезжает в Россию за газом. Мы договорились о том, что на основе ранее подписанного договора мы и в 2020 году закупим у России более 4 миллиардов кубометров газа. Таким образом, обеспечим энергетическое снабжение Венгрии на 2020 год. Только непонятно, почему же поборники прав фенгерского национального меньшинства в Украине хотят получать этот газ не через территорию Украины, не через территорию Закарпатья, а в обход через Турцию по турецкому потоку. Рядом с президентом России сидели руководители ведущих предприятий Западной Европы и старались, кто лучше может похвалить это сотрудничество. И совершенно очевидно, что эти предприятия и другие предприятия Западной Европы вместе с «Газпромом» готовят строительство «Северного потока-2». Так что я думаю, что тут будет серьезный шаг вперед. И мы хотели бы, если бы и Центральная Европа достигла этого. Поэтому мы требуем, чтобы Западная Европа и Брюссель не ставила палки в колеса, чтобы мы с юга получили такую возможность. Как Западная Европа с севера получит новый маршрут, мы хотим получить его с юга. И мы не хотим, чтобы бойкотировали. А потом еще кто-то будет говорить, что газопровод в обход Украины «Северный поток-2» не является проектом раздора в Европе. Только непонятно, что же вам русские пообещали такого, что вы готовы покупать российский газ, который будет поставлен по маршруту значительно длиннее, чем через Украину. Да-да, расскажите нам еще о том, что это чисто коммерческий проект. И был, конечно же, у нас разговор по вопросам, касающимся транзита российского газа через Украину. Сейчас, когда Украина доказала свою ненадежность в качестве транзитера... Да что вы говорите, а факты где? Или это заявление на уровне московских таксистов? Да что вы говорите, а факты где? Или это заявление на уровне московских таксистов, которые почему-то все уверены, что Украина продолжает тырить российский газ. Если Россия поставляет его, закачивает его в трубу, то все объемы транспортируются европейским потребителям. И, пожалуйста, если кто-то думает, что Украина затеяла первую и вторую газовую войну, то это не совсем так. Просто тогда Москва, Кремль использовали экономические рычаги давления на нашу страну, а с 2014-го военные. Когда газотранспортная система Украины находится в состоянии достаточно тревожном... Опять 25, опять они переживают и тревожатся по поводу чего-то в Украине. Переживайте о себе. А Украина свои обязательства всегда выполняет, в том числе по транзиту газа. Соединенные Штаты публично говорят, что не надо строить Северный поток-2, поскольку он усугубит зависимость некую Европы от Российской Федерации. Зависимость всегда бывает взаимной. Как можем мы рисковать нашими поставками, потребителям, на которых приходится огромная часть нашего экспорта углеводородов? Да-да, вот так вот он мир и устроен. Кто-то продает углеводороды, кто-то за них платит долларами и евро, а кто-то потом за эти доллары и евро покупает танки, самолеты, ну и оснащает любителей солсберецких шпилей необходимыми ядами для того, чтобы расправиться с врагами России. На этом все. Берегите себя и давайте жить дружно со всеми соседями, только не за нас счет. Пока.